Алексей Ильич, сейчас такое время, что нет уверенности в завтрашнем дне. Неопределенность, страх за себя и близких. Не погибает чувство тревоги от происходящего в мире. Кажется, что наступает время реального апокалипсиса. Как избавиться от чувства страха, тревоги, когда понимаешь, что дальше будет только хуже? Чем меньше веры в Бога, тем больше страхов. В Евангелии на славянском языке написано – люди будут, по-славянски, извините, не по-русски, издыхать от страха грядущих бедствий. Ну, конечно, по-русски мы бы выразились, конечно же, умирать и так далее. Правда же? Ну, помягче. Но я так специально процитировал по-славянски, чтобы понять, чем меньше верим мы в Бога, верим во что? Что Бог есть любовь! Если бы мы верили, что Бог есть любовь! Если бы мы действительно обращались к Нему – Господи, помоги нам в наших страстях! Слышите? Мы-то об этом не молимся! Мы молимся только – помоги нам в наших делах! Каких? Земных! Каких? С тем, чтобы нам было очень хорошо и удобно! Помоги, Господи, нам создать комфорт! Чтобы у нас соловьиных язычков всегда было на обед полно! Если бы мы молились только, молились действительно, Господи, помоги нам справиться с нашими страстями, с нашими грехами! Если бы мы каялись, если бы мы действительно верили, что Господь действительно может нас очистить! Вы знаете, Он же может нас очищать! Надо же постоянно молиться об этом! Говорят, зачем постоянно молиться? Отвечаю – а зачем вы постоянно едите? А зачем вы постоянно умываетесь, моетесь? А зачем вы зубы чистите? Вы что? Поели раз – и всё, и хватит! Поэтому, апостол пишет, непрестанно молитесь! Вот в чём дело-то! Веры нет в нас! И чем меньше веры, тем больше будет страхов! Хотим избежать этих страхов? Они действительно будут! Действительно, ситуация с научно-техническим прогрессом и в связи с развитием вот этих технологий войны, убийства друг друга, понимаете, что развивается-то? Какие мы добрые люди! Какие мы мудрые люди! Представляете, гомо сапиенс – человек разумный и оттачивает только мечи, как бы убить другого человека! Так вот, если бы мы, если бы всё-таки мы понемножечку, понемножечку, почаще обращались к Богу, поверили бы, что Бог есть любовь! Слышите? Не палач, не судья, который одного в преисподнюю и другого в рай, а любовь ко всем одинаковая! И прямо сказал, как солнце восходит над злыми и добрыми, как дождь не сходит на праведных и неправедных! Так, таков он Бог! Поэтому нужно обращаться к нему, нужно немножечко постараться, постараться жить по заповедям. Я обращаю внимание – по заповедям! Одна из главных которых заповедей какая? Не делай другому того, чего не хочешь себе! Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай! И так далее. Поэтому Господь ученикам своим, когда сказал о грядущих бедствиях, то знаете, что сказал? Очень интересные слова произнёс. Когда язычники будут все вниз, ужас, страх, погибель, что нам делать? Он вдруг говорит – тогда восклоните головы ваши! Мы же, мы же все смертны, не будем обманывать же себя-то! А эти вещи, как только что сейчас я говорил, все эти страшные вещи и события, они являются естественным следствием нашей прекрасной, в кавычках, жизни. Вот в чём оно дело! Поэтому не обращайте внимания на то, что происходит в СМИ. Постарайтесь поменьше это смотреть. Не раздражайте себя мыслями! Не убивайте! Ну, зачем мы будем убивать себя тем, что может быть вот-вот? Да мы, может, до этого пока не произошло, уже помрём, а мы уже и страдались все. В Бога будем верить, Который есть Любовь! Обращаться к Нему, Господи, с чем обращаться? Ещё раз говорю, не с решением земных только проблем, как делают все язычники, а, Господи, помилуй нас, исцели наши страсти! Вот и тогда постепенно, глядишь, мир душевный и даже радость могут появиться в душе нашей. Помоги Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok